Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, прекраснейшее утро! Сегодня у нас 19-е Тишерея, 14 октября, и мы продолжаем изучать Тору в суте. Сегодня урок получился неудачный, чуть-чуть, не в 10 утра, а не в 11, а в 10.44. Очень извиняюсь, бывает так, в жизни ставят такие обстоятельства, что надо делать выбор. Вернее, не бывает, а всегда в жизни ставят такие обстоятельства. И вот у меня сегодня так получилось, я думал, как же мне успеть все? И я понял, я попросил даже Якова Шатадина назначить на 11 урок. А что получилось? А получилось, что в 11, и я забыл, когда я это просил во время молитвы, что у меня в 11 уже назначена давным-давно встреча, которую я не могу отменить. Поэтому я решил так. Что лучше? Не провести урок? Неправильно. Отменить встречу? Неправильно. Проведу урок с 10.44 и до 11.00, до 11.05 на 5 минут. Можно опоздать на встречу, ничего страшного. Ну, лучше не опоздать. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, сегодняшний наш урок посвящен чему? Посвящен он тому, что книга «Отобретение неба на земле» пишет нам такую вещь интересную, что Тора – это проект, по которому построен мир. Все существующее можно найти в Торе. Более того, любая ее концепция открывает целый мир. Что это значит? Значит, Тора – это идея Всевышнего о том, как создать мироздание. И по этой идее он создал мироздание. То есть, если так можно сказать, чтобы нам было понятно, такой примерчик, да, такое приведу. Человек задумал сварить кашу. Как происходит процесс? Он захотел вначале кушать, да, у него есть желание покушать. Что-то он чувствует внутри, что-то ему хочется покушать. Потом у него возникает идея сварить кашу. Он представляет себе кастрюльку, то еще он будет варить кашу, смотря, как он хочет кашу сварить, как он воду где наберет, как он включит печечку. Все он себе это представил, потом он пошел, сделал, и потом появилась каша. Так Тора – это то, что Всевышний представил изначально, если можно так сказать, да, каким будет мир. И потом по вот этому своему представлению, по своей идее, которая выражена в Торе, он мир этот и создал. А потом Тору он передал Машерабейну Моисею и говорит, вот тебе учение, по которому работает этот мир. И соблюдайте заповеди мои, потому что вот в это учение вшиты 613 заповедей, соблюдая которые, вы переходите в духовный мир. Тора же идет из духовного мира, она идет из духовного и превращается в материальный. Теперь, чтобы уйти в духовный мир, можно по этим же, как каналу связи, да, перейти в духовный мир, через Тору, через заповеди. И вот здесь написано, что Тора – это проект, по которому построен мир. Все существующее можно найти в Торе. То есть, если есть любой объект в этом мире, значит, есть его корень в духовном мире. И значит, Тора, которая устная Тора и письменная Тора, описывает этот объект в каком-то месте. То есть, мы не знаем всю Тору. Значит, самое такое объемное изложение Торы – это Талмуд, вавилонский Талмуд, который был записан в Вавилоне 1500 лет назад, его записали. Это была устная Тора, исследование той Торы, которую запомнили, и которая дошла до того момента от Маши Рабейна. Есть, например, книга Зоар. Книга Зоар – это комментарий на письменную Тору, в котором рассказывается о духовных мирах. Это Раби Шиман Барюхай своим ученикам рассказал о духовных мирах. И это записали в книге Зоар. Книга Зоар тоже была скрыта какое-то время, потом она вот появилась, некоторые сейчас ее изучают. Дальше здесь что написано? Более того, любая ее концепция открывает целый мир. То есть, мы можем взять любую концепцию Торы, любую идею, и из этой идеи откроется нам целый мир. Например, я сегодня шел и размышлял на тему, что в Сукот, мы сейчас находимся в Сукот, сидим в Суте. Вот сейчас я выполняю прям конкретную заповедь. Заповедь сидеть в Суте, заповедь изучать Тору, заповедь обучать Торе, заповедь верить в Бога, заповеди. То есть, вокруг нас заповеди, они одна на одной, очень много разных заповедей. Но если мы возьмем концепцию, такую идею, я вот сейчас шел, как раз думал, на какую тему сегодня провести урок. Одна из главных заповедей праздника Сукот, он так и называется, «Время нашей радости». Время радости нашей, то есть, надо радоваться. И эта заповедь вдруг становится радость заповедью, то, что Всевышний от нас хочет. А известно, что если Всевышний дает какую-то заповедь, то у человека есть сопротивление, сопротивление ее выполнять, эту заповедь. И вот сейчас, плюс, часто складываются обстоятельства такие, что прямо, ну, как тут радоваться, да? Тут война, тут болезни, тут очень много вещей, которые мешают в данный момент радоваться. Но, а как радоваться тогда? Причем интересно, что в Торе записано, когда есть перечисление благословений и проклятий, которые Всевышний дает, там есть такая вещь, что написано «И придут на тебя эти проклятия, ашерло аватта, это шамалокеха басимхат лев, за то, что ты не служил Богу Всесильному твоему в радости сердца». У быту ваколь, когда было у тебя все хорошо. То есть, отсюда мы видим, что просто служить Всевышнему мало, надо служить с радостью в сердце. И бывает, что когда у тебя было все хорошо, а радости в сердце не было. И это очень большая проблема. Прям желают, чтобы был праздник Суккот-Самэх. Так получается, как же, то есть, если мы сейчас выполним эту заповедь и поймем, как это работает, значит, возможно, у нас и вся жизнь по-другому пойдет. Мне очень понравилось, я сегодня утром писал там тоже одну такую небольшую статью, и там я искал анекдот, который бы иллюстрировал разницу восприятия мира, между оптимистами и письмистами. И нашел я очень хорошую такую шутку, очень тонкая такая. Написано так, что бывает оптимист с заниженной самооценкой. Он думает, этот оптимист, что все будет хорошо, в принципе, в будущем, но не у него. Потому что у него заниженная самооценка, то есть, смешная шутка. Мы все живем в предположениях о мире, и оптимист, он предполагает, что будет все хорошо. Теперь мы все живем в самооценке, человек как-то себя оценивает, и самооценка – это как раз то, как человек оценивает себя. Так оптимист с заниженной самооценкой, он думает, что все будет хорошо в принципе, но не у него, потому что у него заниженная самооценка, он думает, что у него все будет не очень хорошо. Очень смешно. Хорошо. Значит, как радоваться? Давайте разберемся, как радоваться. Значит, первое, что лишает человека радости, это его лишает радости предположения о будущем. То есть радости лишает тревога за будущее. Это значит, что человек не полагается на то, что Всевышний хочет хорошо миру. И это очень, это как бы первое, почему надо, именно надо радоваться и как достигнуть радости. Верить, что все будет хорошо. А все будет хорошо? Мы не знаем. Но верить, что все будет хорошо, это способ радоваться. Верить, что все будет плохо, это способ не радоваться. Можно вообще не думать про будущее. Даст Бог день, даст Бог пищу. Это вариант, который тоже рассматривается для увеличения радости. Сосредоточиться на сегодняшнем дне и на том, что ты действительно чувствуешь, воспринимаешь, видишь. Это первое. Значит, чтобы радоваться, нужно быть здесь и сейчас. И о будущем или думать хорошо, или никак. Потому что думать о будущем плохо, нет никакого смысла. Это просто бессмысленно. Ну, то есть это вредит себе. Дальше. Второе. Что лишает человека радости? Лишает человека радости очень сильно, когда он не получает желаемое. Когда он не получает желаемое, то, конечно, это лишает радости. Вот я сегодня, например, думаю, вот мне бы вот как-то время неправильно расположил, и урок не на то время назначил, и встречу, и все запуталось. То есть, что это значит? Я хотел бы, чтобы было по-другому, и оно не так, как я хотел бы. И в момент, когда расходится желаемое и действительное, возникает момент разочарования, иногда гнева даже, иногда агрессии, когда идет не так, как я хочу. И это очень лишает человека радости. Поэтому, значит, второе, как увеличить радость, это два варианта. Или же отказаться от желаний, отказаться от желаний, то есть не планировать заранее. Как будет, так будет. Тогда ты не попадаешь в несоответствие реальности твоим планам. Или второй вариант, планировать заранее, но когда план меняется, реальность, она другая, то ты творчески к этому приспосабливаешься и говоришь, значит, так лучше. То есть, что делать? Человек предполагает, Бог располагает. Леадам Маарахот Лев, написано в Мишле, царь Саламон, говорил, что для человека замыслы его сердца. А для Бога шади человека, то есть Бог определяет, что будет, и реальность это уже решение Всевышнего. Поэтому, с одной стороны, ты можешь предполагать все, что ты хочешь. С другой стороны, если твои предположения не случаются, то ты можешь принять это, да, принять это как то, что значит это так происходит. Третье. Третье, это в принципе глобально, если смотреть по жизни, то человеку очень важно заниматься, видеть смысл в том, что он делает. То есть, отсутствие смысла лишает человека радости. То есть, заниматься, когда египтяне, они в рабстве держали в рейсе народ, они заставляли заниматься бессмысленной работой. Также фашисты, чтобы стерлась их память, они заставляли в концлагерях заниматься бессмысленной работой. И бессмысленность, она человека очень сильно внутренне подтачивает, да, как бы вот пустота. Зачем я живу? Я никому не нужен. Человеку важно быть кому-то нужным и приносить кому-то пользу. Это очень, быть востребованным, это такая глубокая потребность человека. И получается, что, а как осмыслить свою жизнь, если царь Соломон сказал прямым текстом, что все эвел-эвелим, все суета-сует, все это пар паров, и за что ты не схватишься, оно все рассыпается, как песок. То есть, жизнь человека, она состоит из каких-то надежд, большая часть из которых, большая часть из которых не сбывается этих надежд. А те надежды, которые сбываются, как мы учили в Пертьевод, в эти текваты нож Рима, что надежда людей это гниение, да, оно все равно все сгниет. Что же делать? Получается, что все бессмысленно. И вот тут, в том же Экклезиасте, в том же Кэллите, он сказал, что какая польза человеку от всего труда его, которым он трудится под солнцем. Что имеется в виду? Когда он трудится ради себя, когда он трудится ради своих вожделений, то это действительно бессмысленный труд. Но когда он трудится ради своей души, ради того, чтобы вкладывать, создавать заповеди, расти духовно, приближаться ко Всевышнему, переходить на новый уровень восприятия себя, мироздания, и этим можно заниматься где угодно. Был такой раввин, по-моему, его звали равв, мэр из Ротенбурга, Ротенберг или Ротенбург. Ну, в общем, откуда-то из Германии. И его, значит, его украл местный князь, который был в то время правил, там это было лет, наверное, 200-300 назад, 400, может быть, в Германии, в княжестве. Он его украл и требовал выкуп от еврейской общины, чтобы дали за него выкуп. А он этот, он был глава поколения, самый великий раввин того времени, он сказал, он сказал так, он говорит, можно выкупать, вот сейчас можно выкупать человека, там, за какую-то определенную сумму, да, 100 рублей, например, 100 долларов. И это любого, если захватывали в плен, то вот это была установленная цена, за которую его выкупали. А за этого раввина требовали намного больше. Он говорит, за меня, я запрещаю за меня давать больше. Люди собрали деньги, чтобы его выкупить. Он сказал, нет, я запрещаю давать за меня больше денег, потому что если вы дадите за меня больше денег, то вы спровоцируете тогда его и других таких же феодалов-разбойников красть раввинов, красть людей, и это неправильно. За меня можно дать только вот ту же минимальную сумму, которую дают за любого простого человека выкуп. Этот его не отпускал. И он до конца жизни, он был в тюрьме, он просидел в тюрьме, сейчас я могу даже вам сказать, сколько он просидел в тюрьме. Мэр из Ротенбурга, сейчас вот прям в Виттипедии есть даже о нем статья, биография, его биография, значит. Значит, и руководство законом из Мишны не выкупают заложников за непомерный выкуп, чтобы не перевести к еще большим несчастьям. Раби Мэр запретил этот выкуп платить, чтобы подобные инциденты пленения лидеров юридских общин целью наживы не повторялись в дальнейшем. Находясь в тюрьме, по памяти написал свиток Торы, можете себе представить, который хранится сегодня в пражской синагоге Альт-Ной-Шу. В 1293 году, это было 700 лет назад, Раби Мэр умер в заключении. И только в 1307 году его тело смог выкупить у властей, продавший для этого все свое имущество, Александр Зистент-Вимпин, захоронен в Ормсе. Вот так вот. А сколько же он отсидел? Стали требовать 20 тысяч марок за него, деньги были собраны, но он запретил. Но сколько он там в тюрьме просидел, не знаю, но очень долго. Он очень долго просидел и запрещал себя выкупить. Значит, что мы отсюда видим? Что мы отсюда видим? Что для него, для него было важно, вот давайте подумаем, да, вот он сидел в тюрьме, запретил себя выкупить и умер в тюрьме. Написал по памяти свиток Торы. В принципе, ему было важно не то, что с ним происходит сейчас, да. Ему была важна духовная, та система, в которой он жил, духовная его связь со Всевышним. И человек, который ставит на первое место свою духовную связь со Всевышним, и действия, которые эту связь усиливают, которые называются заповеди изучения Торы, то ему, в принципе, есть чем заниматься в любой момент своей жизни. И это занятие приносит ему огромную радость, потому что, в принципе, здесь он не может проиграть, да. То есть, это такая игра, в которую ты всегда выигрываешь, в которой твой партнер Всевышний, в котором тебе интересно, в котором ты просто смыслом своей жизни поставил развитие своей души. И это та игра, в которой невозможно проиграть. Это та игра, в которой выигрыш ты получаешь навечно. И это та игра, которая приносит наибольшую радость и счастье. Поэтому служить Всевышнему надо в радости. А если ты не испытываешь радость от выполнения заповедей, значит, есть здесь какая-то проблема. Ты по-настоящему не понимаешь, что ты делаешь и насколько это важно. И радость является вот таким вот индикатором. Радость является неким таким фоновым показателем, насколько ты близок ко Всевышнему. Желаю всем нам, чтобы мы сейчас радовались в шалашах, чтобы мы эту радость в себе развили, умножили, усилили. И на весь год мы ее растянули. Радоваться надо, конечно, всегда находить, чему радоваться. Все. Всем удачи, успехов. И заслугу радости. Именно радость духовная от любви ко Всевышнему, чтобы Всевышний выполнил все наши молитвы для нашего блага. Все. Всем веселого праздника. Шаббат шалом. И удачи, успехов. Субтитры создавал DimaTorzok